Мультимедийный парк «Россия. Моя история» Мультимедийный парк «Россия. Моя история» – самый масштабный экспозиционный комплекс в России с историей Отечества с древних времен до наших дней. География его площадок простирается через всю Россию и насчитывает 19 городов. Возможности парка универсальны. Помимо постоянных мультимедийных выставок, действуют на постоянной основе другие формы экспозиции. Международная якутская компания «Майтона» постоянно проводит свои обучающие конкурсы и конференции по цифровой 2D и 3D графике именно здесь. Дело в том, что Музей «Россия. Моя история» – это такая единственная мультимедийная площадка, которая позволит нам сделать именно такую экспозицию, как мы хотим. То есть показывать непосредственно множество работ в одном помещении. Их сейчас очень много здесь, только здесь представлено порядка 50 работ. Это еще не принимают внимания те, что еще до сих пор приходят работать, ведь мы продлили конкурсы. В парке «Майтона» представила перед участниками необычную творческую задачу – разработать визуальную начинку компьютерной игры, взяв за основу историю Якутии. Дело в том, что тут важен стиль подачи, навык человека, то, как он передает то, что он хотел заложить в этот рисунок. Порой можно увидеть рисунок и не понять, что автор этим будет искать, а здесь важно, как он преподнесет свою идею. Показать людям, что перейти на цифровую графику не так трудно, а те возможности, которые она даст, они поистине безграничны. Впечатляющее и захватывающее прошла мультимедийная выставка «Кут» от художницы Кыданы Игнатьевой и от якутского электронного проекта «Уран». Мероприятие прошло в рамках всероссийского проекта «Ночь музеев». Ее посетило более полутора тысячи человек. У нас вообще по Якутску проходят такие выставки, в основном академических художников. Такие картины висят, открывают ленточку, режут и все, получается. У нас это первое мультимедийное, когда вот все двигается, и еще со звуком, и еще это картины, масло. Только в Якутске такого вообще никогда не было. Постоянными посетителями исторического парка являются иностранные гости. Посещают парк не только, чтобы ознакомиться с историей страны, но и проводят здесь свои выставки. Журналистка из Китая госпожа Хаянь Чжоу – фотограф, которой полюбились якутские стерки. Открыла выставку на прекрасном озере Паянг. В Китае она известна тем, что ей удалось организовать первую охраняемую территорию на местах зимов и стерков. О том, что у якуток есть поверье, если увидеть то, как танцует стерк, тот человек, который видит, как танцует стерк, тот найдет свое счастье. Яя говорит то, что на озере Паянг стерки очень часто танцуют. Она считает основной причиной того, что стерки прилетают в Сибирь, это то, что здесь, в российской Сибири, практически нет людей. Исторический парк «Красивая история» очень профессионально подошли к организации моей выставки и все сделали так, как я и представляла. В выставочном зале «Республика» выставки сменяют одна другую. Экспозиция «Куда ушли мамонты». Следом выставка «История Якутска». А сейчас открылась выставка «Театр ДОК», подготовленная САХА Академическим театром и театром Алан-Хо для ценителей и почитателей Якутского театра. Помимо этого, в историческом парке проходят квест-игры, кинопоказы, благотворительные акции, всевозможный дизайн, игры и конкурсы. В качестве возможности отдохнуть в столице, целый комплекс мероприятий, традиционные уже для нас и квест-игры для всех поколений, и мастер-классы по рукоделию, по изготовлению различных предметов. Много проводится различных тематических экскурсий. Традиционно у нас работают выставки, игровые зоны, зоны для детей, для такого семейного отдыха. Трудно перечислить даже все эти мероприятия. В День России в мультимедийном парке «Россия. Моя история» прошли необычные экскурсии. Для посетителей парка их провели известные в разных сферах люди – журналисты, актеры, представители партии и общественных движений. Анатолий Кырджигасов со знанием темы рассказал посетителям о Сталинградской битве. То, что сегодня я как гид провел экскурсию для посетителей, для меня это очень большая честь. Во-первых, для себя я узнал также очень много, несмотря на то, что как будто бы все известно, про все уже написано, переписано. Вообще попробовать себя в роли экскурсовода и рассказать посетителям об интересных фактах, о прошлом и настоящем России, ответить на вопросы посетителей – задача непростая. Несмотря на это, каждый экскурсовод с поставленной задачей справился. Ну, вообще вот как бы я очень много езжу по миру, да, и у меня есть такие друзья, которые говорят, нам не нужно там экскурсоводов, мы сами разберемся, не хотим там группой ходить, все такое прочее, да. Но я, например, лично, да, я считаю, что надо обязательно как бы получить какую-то информацию. Вот одно дело ты прочитал, а другое дело ты как бы можешь вживую как бы послушать и задать вопросы. И очень важно, конечно, личность экскурсовода – это тоже важно, потому что через человека у тебя появляется интерес к тому, что он рассказывает. Всего прошло 13 необычных экскурсий. Темы касались истории не только России, но и Якутии – государственной символики, спорта, вероисповеданий, тяжелых времен перестройки, кинематографа, театра и самобытности современной России. То есть здесь и пятиклассник стоит, и возрастные люди стоят, но при всем при этом необходимо донести рассказ, тем более такие политические события 90-х годов донести до каждого слушателя – это безусловно сложно. Но это интересно, тем и интересно, это и вызывает интерес, возможно, во мне в первую очередь, как у экскурсовода. Большие и маленькие посетители исторического парка узнали о том, как появился один из самых молодых праздников в стране, как Россия обрела независимость и первого президента, а также много других интересных исторических факторов. Для подрастающего поколения в этих стенах действуют особые условия. Второй год подряд воспитанники детского центра «Берегиня» отмечают День России посещением исторического парка и велопробегом «Живое наследие Якутии». Да, это у нас акция традиционная, но второй раз мы проводим именно от музея, от этого музея, и второй раз именно совместно с «Ночными волками». Когда они повзрослеют и будут вспоминать День России, вот многие дети даже не смогут вспомнить, что они делали в День России. А наши дети, они всегда будут вспоминать, что это был велопробег, что это был музей, что это были ночные волки, что это были знамена, что это было очень торжественно. У них обязательно у всех отложится в память. С Днем России! Ура! От Трюриковичей до современной истории России и Якутии – это постоянная тема исторического парка «Россия. Моя история». Особое внимание уделяется героическим страницам истории, и в первом ряду стоит Великая Отечественная война. Парк открыл проект «Победная поступка». В ней звучат сводки информбюро Великой войны устами школьников. Они напоминают нам о событиях той страшной войны. Крымская стратегическая наступательная операция 8 апреля по 12 мая 1944 года вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Ее целью было освобождение Крымского полуострова, важного стратегического плацтарма, в Черноморском театре военных действий, путем разгрома удерживающий Крым 17-й немецкой армии генерала-полковника Янеке. Боевые ресурсы Красной Армии превосходили силы противников в 4 раза. 7 мая начался штурм Севастопольского укрепленного района, имевшего многочисленные железнобетонные доты и дзоты, построенные на холмах и высотах на протяжении 9 километров. Все эти первоклассные оборонительные сооружения были прикрыты широко развитой сетью траншей, проволочных заграждений и минных полей. Утром советская артиллерия открыла ураганный огонь по позициям противника. В Севастопольске появились крупные соединения наших бомбардировщиков и штурмовиков. В артиллерийской и авиационной подготовке наши войска начали штурм мощных узлов немецкой обороны. В ходе штурма командующий армией генерал армии Толбухин применил военную хитрость между массированными ударами авиации для того, чтобы силы врага вернулись от своей позиции в наступление и отправили приготовленные муляжи солдат. После чего еще был произведен массированный авиационный удар. В результате ожесточенных боев на всем протяжении прорвана главная полоса Севастопольского укрепленного района противника. Наши части владели важнейшим узлом обороны немцев Сапун-Горой. Противник предпринимал буквально все меры, чтобы спасти положение. Немцы бросали в контратаке пехоту, танки и самоходные орудия. Против наших наступающих войск они использовали все свои огневые средства. Однако удар советских войск был настолько ошеломляющим, что противник понес тяжелые потери и оставлял одну позицию за другой. Только в районе Сапун-Гора истреблено свыше 4000 гитлеровцев. Взорвано 36 дотов и 27 дотов. Захвачено много пленных и трофеев. Развивая успех, советские бойцы выбили немцев из ряда высот и опорных пунктов и завязали бои на ближайших подступах к Севастополю. В течение 9 мая в Крыму штурмом овладели крепостью и важнейшей военно-морской базой на Черном море городом Севастополь. Советские артиллеристы выдвинули на побережье до 60 орудий и прямой наводкой уничтожали вражеские суда, находившиеся в Северной и Южной бухтах. Тем временем советские пехотинцы и танкисты при поддержке массированных ударов, авиации и артиллерии пошли на штурм внутреннего Севастопольского обвода, последнего железно-бетонного оборонительного рубежа немцев на ближних подступах к Севастополю. Советские части разбили немецко-фашистские войска, оборонявшие внутренний обвод, заняли Малахов, Курган, Слободу Корабельную, Слободу Рудольфову и ворвались в центр города. В ожесточенных боях наши войска разгромили противника и полностью освободили от немецко-фашистских захватчиков город русской славы Севастополь. Разгромлена крымская группировка немцев, и Крым полностью очищен от немецких захватчиков. Противник понес полностью огромные потери в живой силе и в технике. В 1941-1942 годах советские войска в невиданно тяжелых условиях 250 дней обороняли Севастополь. В течение многих месяцев они отбивали бешеный натиск немецко-фашистских войск и наносили им тягчайшие потери. В 1942 году только за последние 25 дней штурма Севастополя немцы потеряли до 150 тысяч солдат и офицеров. Из них не менее 60 тысяч убитыми. В 1944 году советские войска за три дня штурма прорвали сильно укрепленную долговременную оборону немцев, состоявшую из трех полос железнобетонных и оборонительных сооружений, и разгромили немецко-фашистские войска, оборонявшие Севастополь. В длительной героической обороне Севастополя в 1941-1942 годах Красная Армия показала непроизойденный пример мужества и храбрости. В мае 1944 года Красная Армия, в три дня овладев крепостью и военно-морской базой Севастополя, одержала еще одну славную победу. Исторический парк «Россия. Моя история». Самый масштабный мультимедийный проект в мире ждет вас в Якутске по адресу улица Уткина, дом 5. Подробности – myhistorypark.ru Редактор субтитров А.Семкин